Каждый день в средствах массовой информации появляются сотни самых разных новостей. Как остановиться на них, как заострить внимание читателя на какой-либо из них, на той, которая влияет на жизнь жителей страны. Конечно, нужно подробно разобрать какую-то важную тему. Сделать это можно, конечно, через предысторию, через какие-то интересные детали, через мнение разных специалистов и экспертов в той области, за которую вы взялись. И это и есть аналитический материал. Именно с помощью таких инструментов мы, журналисты, имеем возможность побудить аудиторию задуматься над вопросом, глубже вникнуть в тему и в идеале создать дискуссию, с помощью которой, возможно, мы найдем как раз таки ответ на поставленный нами же вопрос. Ну, начинаем мы, конечно, с того, что мы выбираем какую-то интересную, актуальную тему. Что означает ее актуальность? Означает, что она затрагивает интересы достаточно широкого круга читателей, широкого круга жителей. В идеале это такой вопрос государственной, может быть, важности. Ну, и неисчерпаемый источник вдохновения для журналистов – это работа государственных структур и чиновников невыполнениями должностных обязанностей, либо злоупотребления должностными обязанностями в угоду своих личных интересов, которые в итоге отражаются всегда на качестве жизни обычных простых жителей страны. Что можно брать за основу? За основу, конечно, можно брать итоговые какие-то отчеты, релизы, результаты тоже аналитики, которую вам прислали, может быть, государственные органы или какие-то структуры. Это могут быть результаты мониторингов, опросов, аналитика, какие-то статистические данные. Ну, а дальше мы, конечно, приступаем к глубокому изучению темы. Чем глубже мы сами погрузимся в нее, чем больше факторов изучим, тем интереснее получится и качественнее наша аналитика. Ну, конечно, в первую очередь мы обращаемся к гуглу. Там мы считываем первичную информацию, смотрим какие-то материалы по этой тематике, которые уже выходили, может быть, читаем какую-то статистику. Но я в своей практике привыкла обращаться к такому методу. Я иду на специализированные форумы, где я читаю разные мнения людей и обязательно, чаще всего, нахожу там специалистов, которых я могу использовать в своем материале для комментария. И также часто на этих форумах находятся люди, которые могут выступать героями наших публикаций. Это хороший метод. Еще один актуальный способ. Я советую проводить опросы на своих страницах в социальных сетях. На самом деле это тоже очень хороший метод, где люди будут оставлять вам свои комментарии, свои мнения. И это позволит вам посмотреть на проблематику совсем по-другим, может быть, неожиданным углом. Это обязательно поможет вам в создании материала. Ну, а дальше традиционно начинается поиск экспертов. И я советую здесь все-таки прибегать к такой хитрости. Если вы найдете непримиримых оппонентов, это сыграет только в плюс для вашего материала, потому что они будут стараться нивелировать аргументы друг друга. И на самом деле для вас, как для журналиста, в этом плане откроется очень много подводных камней. Вам будет легче работать с материалом, у вас будет больше информации. Как построить структуру своего аналитического материала? Ну, конечно, все основное начинается с Лида. Это некая презентация нашего материала, где мы перечисляем основные тезисы и факты, на которые будем опираться в своем материале. Именно так мы помогаем читателю настроиться на серьезное восприятие нашей проблемы. Ну, а дальше мы начинаем излагать уже проверенные факты. Мы опираемся на цитаты, приводим какие-то сравнения, показатели, мы используем статистику. Но все-таки нужно помнить, что самое главное в аналитическом материале – это те выводы, к которым мы приходим в конце. Конечно, мы приходим к ним с помощью тех мнений, которые мы собрали, с помощью тех фактов, сравнений, статистики. И чем лучше выстроена вот эта логическая цепочка, тем убедительнее получается наш материал. В первую очередь, это, конечно, многосторонний анализ проблемы. Чем больше полярных или интересных мнений своих респондентов, экспертов или специалистов вы соберете, тем глубже и интереснее будет ваш материал. Но о каких-то интересных фактах и событиях рассказывайте не своими словами, рассказывайте словами своих респондентов. Еще один важный момент. Обязательно проверяйте все факты, все цифры. У вас не должно быть никаких неточностей. Каждый приведенный вами тезис должен обязательно чем-то подкрепляться. И обязательно дополняйте свой материал визуальными элементами. Это могут быть всевозможные графики. Инфографика, график, который вы можете даже выстроить сами. Это фотографии, которые можно поместить в слайдер и, конечно, видео. За время работы я выделила два основных правила, по которым строится написание любого материала, но особенно, конечно, аналитического. Правило главное – это разговаривать с аудиторией на понятном и доступном ей языке. Не нужно перегружать ваш материал длинными фразами, какими-то сложными словами. Вы просто помните, что это не аналитический доклад и вы должны доступно объяснить своему читателю даже самую сложную тему. Но при этом никогда не пишите своему читателю так, словно это категория глупых или необразованных людей. Читатели такого отношения к себе никогда не прощают. Нужно обязательно найти этот баланс и постараться сохранить его. То есть в итоге ваш текст не должен быть ни перегружен, ни максимально упрощен, чтобы читателю было все понятно, но в то же время не складывалось ощущение, что ему объясняют это как третикласснику. Сама по себе аналитика, она, конечно, предполагает некий объем текста, но в то же время все мы знаем, что никто не любит читать длинные тексты простыни. Я советую делать так. Весь собранный вами материал, всю добытую информацию вы расписываете, потому что вы в любом случае будете это делать. И потом, когда вы собрали уже всю основу, вы садитесь и представляете себя на месте читателя. Это может быть кто угодно, ваш друг, ваш родственник, ваша мама. Но именно с этой точки зрения, с этой позиции вы начинайте этот текст сокращать. Если вы будете опираться на эти основы, если вы будете учитывать все эти рекомендации, то в итоге у вас должна получиться хорошая и качественная аналитика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова